Давайте вспомним из курса геометрии определение косинуса угла, его область определения и множество значений. Косинус это тригонометрическая функция от угла альфа между гипотенузой и катетом прямоугольного треугольника, равная отношению длины прилежащего катета ОА к длине гипотенузы ОВ. Как мы узнали на прошлом уроке, область определения функции D множество r всех действительных чисел, множество значений функции E отрезок от минус единицы включительно до единицы включительно, то есть косинус функция ограниченная. Для того чтобы определить четность функции косинус, проверим следующее определение. Функция четная, когда f от минус x равно f от x и функция нечетная, когда f от минус x равно минус f от x. Пример. Косинус 60 градусов равен 1 второй и равен косинусу минус 60 градусов. Это значит, что косинус минус x равен косинусу x для всех x, принадлежащих r, и косинус функция четная. Проведем аналогичные этапы рассуждения относительно функции синуса и определим, четная она или нечетная. Синус — это тригонометрическая функция от угла альфа между гипотенузой и катетом прямоугольного треугольника, равная отношению длины противолежащего катета АВ к длине гипотенузы ОВ. Область определения функции D — множество r всех действительных чисел. Множество значений функции E — отрезок от минус единицы включительно до единицы включительно, то есть синус функция ограниченная. Для того чтобы определить четность функции синус, проверим следующее определение. Функция четная, если f от минус x равно f от x, и функция нечетная, когда f от минус x равно минус f от x. Например, синус 30 градусов равен 1 второй, а синус минус 30 градусов равен минус 1 второй. Это значит, что синус минус x равен минус синусу x для всех x, принадлежащих r, и синус функция нечетная. Функция тангенса есть отношение синусах к косинусу. Область определения функции вся числовая прямая, за исключением точек x не равно π пополам плюс πn, где n принадлежит множеству целых чисел z. Множество значений функции тангенса интервал от минус бесконечности до плюс бесконечности. Функция y равно тангенсу x, нечетная функция. Функция нечетная. Функция катангенса есть отношения косинуса к синусу. Область определения функции вся числовая прямая, за исключением точек x не равно πn, где n принадлежит множеству целых чисел z. Множество значений функции катангенса интервал от минус бесконечности до плюс бесконечности. Функция y равно катангенс x нечетная функция. Функция нечетная. Выясним, является ли функция y равно 2 плюс синус x умножить на косинус 3π пополам плюс x, четный или нечетный. Косинус 3π пополам плюс x равно минус синусу x по формуле приведения. Запишем уравнение с учетом этого равенства, так как синус квадрат от минус x равен квадрату синуса x, то y от минус x равен y от x, следовательно функция четная. В природе техники часто встречаются процессы, которые периодически повторяются по истечении некоторого промежутка времени. Периодически с периодом в один год меняется расстояние Земли от Солнца, с периодом в один лунный месяц, меняются фазы Луны и так далее. Функция f от x называется периодической, если существует такое число, t не равное нулю, что для любого x из области определения этой функции значения x плюс t и x минус t также принадлежат области определения и выполняются равенства значения функции f от x плюс t равно значению функции f от x и равно значению функции f от x минус t. Число t называется периодом функции f от x. Период функции y равно синус x и y равно косинус x равен 2π. Период функции y равно тангенс x и и y равно катангенс x равен π. А теперь давайте докажем, что число 2π является наименьшим положительным периодом функции y равно косинус x. Пусть t больше нуля, период косинуса. То есть для любого x выполняется равенство косинус x плюс t равно косинусу x. Положив x равным нулю, получим косинус t равен единице. Отсюда t равно 2πk, где k принадлежит множеству целых чисел z. Так как t больше нуля, то может принимать значения 2π, 4π, 6π и так далее. И поэтому период не может быть меньше 2π. Подведем итог урока. Сегодня мы продолжили изучение тригонометрических функций и рассмотрели понятия четности и нечетности функций, периодичности функций.